Всё закрепить здесь и здесь. Получается, модули закрепляются. Студентка третьего курса Щёлковского колледжа Татьяна Пересветова настраивает работу оптиковолокон интернет-магистрали. Пока упражняется на тренажёре, но через год станет дипломированным связистом. Надо всё делать аккуратно, чтобы интернет хорошо проводился. Да, надо всё делать аккуратно. Ну всё, молодец. Моя работа сделала? Да. Мне просто было интересно, как это всё работает, как это всё обучается, что это вообще за профессия. Им, на самом деле, очень интересно. Профессия Тани востребованная. Интернет шагает по стране на гигабитных скоростях. Он есть почти у каждого жителя Подмосковья, а с недавних пор и на подвижных объектах, самолётах и поездах, а также тракторах и автомобилях. Обеспечить надёжную связь – то, чему Таня учится в головном структурном подразделении колледжа в Долгом Лёдове. Починить что-то дома можешь? Как-то наладить интернет, настроить? Один раз у нас сломался патч-корд. Это, так сказать, проще говоря, такой провод, который как раз подключается к Wi-Fi и к ноутбуку. Это очень легко сделать. Просто отрезаешь внешнюю оболочку, перенастраиваешь её, подключаешь. В копьюке достижений Татьяны Пересветовой победа на оригинальном этапе престижного конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia в 2019 году. Компетенция информационной кабельной сети, где Таня показала умения в группе юниоров. Из лаборатории в компьютерный класс. Параллельно Татьяна осваивает вторую специальность – менеджер по подбору персонала в области связи. Тонкости рекрутского дела девушку интересует не меньше, чем интернет. Способности к учёбе Татьяне перешли от родителей, которые не зря назвали дочь в честь покровительницы студенчества, основателя первого университета в России. Кассеты, муфты, кабели, магистрали для Татьяны Пересветовой – это не просто термины, а будущая работа. Татьяна будет связистом. Сейчас она заканчивает третий курс, впереди четвёртый. Самый ответственный и серьёзный. Нерешаемых задач не бывает. Если в них как следует разобраться, уверена Татьяна. Смелая, упорная, она быстро нашла общий язык с ребятами. В студенческой группе связистов девочек можно по пальцам руки посчитать. Татьяна в центре мужского внимания. Смотрите, в 809-й будет тест третья пара, а у нас физкультура. После учёбы девушка участвует в боготворительных мероприятиях, конкурсах чтецов, выступает ведущая студенческой дискотеки. Побывала на слёте молодёжного актива в Щёлковском лагере юнормеец, учится писать романтические рассказы. Так удивительным образом в хрупкой девушке уживаются две стихии – учёба и творчество. Если для Тани Пересветовой студенческая пора в самом разгаре, то наша вторая героиня Татьяна Жучкова успела побывать студенткой дважды. Мастер спорта международного класса по софтболу, многократный чемпион России, призёр Кубков Европы и мира. В составе российской сборной Татьяна выезжала на Олимпийские игры. Софтбол в качестве нового спортивного направления вместе с бейсболом входит в программу Олимпиады. Для нашего городского округа без всякого преувеличения участие именитой заслуженной рекордсменки в тренерской работе в Щёлковской детско-юношеской спортшколе – это огромная удача. Специалист высочайшего уровня готовит из мальчишек и девчонок настоящих спортсменов. А для самой Татьяны Жучковой, или как её уважительно называют дети Татьяны Михайловны, несмотря на её почти что студенческий возраст, занятия со школьниками оказывается ещё и огромное удовольствие. Совсем недавно она получила второе высшее образование – педагогическое. Детям самое главное – это найти к ним подход, чтобы было интересно, комфортно. Ну и, конечно, это дети, и всё происходит вначале через игру. Только потом, когда они понимают, что и для чего они делают, с ними, конечно, намного проще становится работать. Условия всегда можно найти, если есть желание. Но сейчас у нас они намного улучшились, потому что, например, в Логонево появился ФОК – это большое поле, где зимой мы можем и сделать игровые моменты, и отработать очень много, и пригласить соперников, чтобы сделать дружеские игры. Летом у нас есть обычные футбольные поля, на которых тоже можно заниматься. Ну, конечно, если бы у нас появилось поле, это было бы великолепно, и у нас намного больше было бы возможностей. Татьяна Жучкова живёт в Щёлкове вместе со своим мужем. Он тоже занимается софтболом. Они тренируют детей как в ФОКе в Огодневе, так и ещё в двух школах. Человек она удивительно открытый и откровенный. Много шутит, смеётся, просто заражает своим напором и энергией, которые Татьяне, ой, как нужны. Она и ученики привозят на тренировки довольно много снаряжения – огромные сумки. Кстати, это снаряжение изготавливается с учётом возраста занимающихся. На этот раз в тренировке участвовали ребята от 7 до 14 лет. Татьяна Жучкова показала нам фотографии тренеров, которые, начиная с 7 лет, занимались с ней. Среди них очень известные спортсмены и наставники. Показала Татьяна и фото своей мамы, которая когда-то позволила маленькой Танечке заниматься таким непростым видом спорта. Татьяна – это мама Жучкова Светлана Егоровна, которая одна, она воспитывала меня и двух моих старших братьев, и дала нам очень много, и самое главное – это дорогу в жизнь. Научила, как правильно себя вести и идти по жизни. В Татьянин день поздравляем всех щёлковских Татьян и студентов с праздником, персонально наших героинь, всех, кто умеет учиться и учить других. Михаил Налётов, Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.